Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Сегодня главными задачами органов правопорядка на транспорте продолжает оставаться борьба с преступностью, террористической угрозы, обеспечение личной и имущественной безопасности пассажиров, профилактика травматизма. Вот на сегодняшний день обеспечением правопорядка на всех объектах водного, воздушного, железнодорожного транспорта занимается специальное инструктурное подразделение МВД Российской Федерации Линейного управления обеспечением правопорядка на транспорте. А 18 февраля органы внутренних дел, несущие свою службу вот как раз на этих объектах, отмечают День образования транспортной полиции. И сегодня я пригласила в студию начальника отдела охраны общественного порядка Чурмеева Александра Анатольевича, подполковника полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Как говорится, долгое лето. Ну и первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как давно вы в профессии и, собственно, почему вы решили работать именно в ней? Так получилось, что дядя у меня был, ныне покойный, но он служил в органах, и решил я пойти по его стопам и пришел в профессию в 2000 году. То есть в прошлом году у меня был юбилей 20 лет в этой профессии. И с этим я вас поздравляю. Спасибо. Так, ну хорошо. Ну а как же в транспортной полиции? Ведь это особое подразделение. Почему вот решили оставиться в свой выбор, остановить именно вот на этом подразделении, на линейном управлении? Начал я службу в речной милиции. Естественно, это показалось мне красивым. Река, пароходы, отдыхающие люди. Ну и вот я нашел там себя. Ну а можно ли сказать в том числе, что ваша служба опасна и трудна, как поется в той песне? Совершенно верно. Так оно и есть. Почему? Зачастую в рамках своей профессии мы сталкиваемся с теми, так сказать, гражданами, которые в большинстве своем подвигнуты к тому, чтобы нарушить что-то. Либо законодательство, либо какие-то моральные устои общества. И в связи с этим наша профессия и опасна трудна. Да? Хорошо. Деятельность транспортной полиции. В чем заключается непосредственно на сегодня ваша работа? Я вначале озвучила, что это охрана правопорядка на воздушном, железнодорожном, водном транспорте. Но вот тем не менее, каковы ваши ежедневные трудовые будни? Ну, в первую очередь сотрудники транспортной полиции. Является их задача какая? Это безопасность и охрана жизни, здоровья, собственности. Недопущение каких-либо-то правонарушений, как в подвижном составе, так и на объектах транспорта. И профилактика. Профилактика этих правонарушений. Как часто приходится вам сталкиваться в вашей профессии и вашим сотрудникам, конечно, с нестандартными, сложными, опасными ситуациями? Ну, зачастую это происходит каждый день. Конечно, мы не ищем этого, находясь на службе. Мы это стараемся, как я уже говорил, профилактировать. И, исходя из этого, мы не допускаем, чтобы граждане нарушали законодательство Российской Федерации. — Какие объекты обслуживания в нашем городе находятся под вашим пристальным вниманием на сегодня? — У нас объекты находятся, как железнодорожный вокзал «Самара», речной вокзал «Самара», аэропорт. И в других городах нашей области это и в Чапаевск, Тольятти, Кенель, Похвестнево, вплоть до Абдулина. — Хорошо. Расскажите, пожалуйста, я вот сейчас здесь попрошу все-таки поподробнее, что можно, а что категорически нельзя делать на объектах, о которых мы сейчас с вами перечислили. — Это железнодорожный вокзал, это речной вокзал. То есть гражданам, находясь в этих местах, в общественных местах, что категорически делать запрещено, вот чтобы не обратить пристальное внимание транспортной полиции? — Ну, во-первых, граждане, пользуясь объектами транспортной инфраструктуры, пользуются с целью передвижения с пункта А в пункт Б. — Да, совершенно верно. — То есть нахождение на наших объектах подразумевает, что это не простые граждане, а граждане-пассажиры, то есть которые переезжают из одного в город, в другой, либо электропоездами в пределах области. — В связи с этим, те граждане, которые приходят на объекты просто пересидеть, вызывают уже подозрения. Те граждане, которые не имеют при себе документов и не могут объяснить цель своего визита, то тоже возникается, их приходится проверять, доказывая то, что они не нарушили чего-то. — То есть, ну, правомерно, если сотрудник транспортной полиции подойдет к гражданину, что он вправе потребовать? Документы, то есть расскажите вот об этом. — Документы вправе потребовать, билеты. — Без объяснения причин? — Без объяснения причин, конечно. — То есть, как правило, а какова причина, да, остановки или задержания? Вот пошагово расскажите, пожалуйста, что вправе сделать вы и что вправе ответить вам, обычным гражданином? — Ну, в первую очередь, сотрудник, обращаясь к гражданину, представляется, называет свое звание, фамилию, имя, отчество, просит предъявить документы. — Показывает какой-то удостоверяющий документ? — Если гражданин просит предоставить ему документ, сотрудник полиции обязан ему предоставить этот документ. В свою очередь, сотрудник требует, согласно закону о полиции, предъявить документы. Гражданин может, конечно, сказать, по какой причине, вы меня спрашиваете, да, могут данные гражданина подпадать под определенные ориентировки, которые поступают к нам ежедневно, по своим каким-то внешним параметрам. — Если человек подпадает, допустим, под административную статью, как нахождение в состоянии опьянения, то это тоже критерии должны быть, внешний вид, потрепанная одежда и так далее, и так далее. — Поэтому гражданам рекомендую, если сотрудник обратился, и если вы ничего не нарушаете, он проверит ваши документы и отпустит вас, куда вы направляетесь. Ну, не будем еще забывать и о подростках, об отдельной категории, это подростки и дети, но дети-то понятно. Они, как правило, в сопровождении с родителями прибывают на вокзалах железнодорожных, речных, но если дети без присмотра родителей, если подростки просто так от скуки ходят по вокзалу, а это очень часто случается, и мы с вашими коллегами говорили неоднократно, и на железнодорожных путях, соответственно, здесь происходит травматизм и необратимые последствия. Какие действия вправе предпринять сотрудники транспортной полиции? — При тесном взаимодействии с подразделениями транспортной безопасности, так как на каждых практически наших объектах есть зона досмотра, входного контроля, мы всегда реагируем, в особенности на несовершеннолетних, может это быть группы лиц, может быть кто-то один-двоем, допустим, зашли. Всегда определенные реакции. Есть сотрудники по делам несовершеннолетних, которые это дело отслеживают. Мы сразу узнаем, куда они едут, кто у них старший, с какой целью они прибыли на объект транспорта. Если не возникает никаких ответов на наши вопросы, естественно, с данным несовершеннолетним разбираются, пытаются связаться с его родителями, либо законными представителями, и уже исходя из того, что происходит. — Александр Анатольевич, ну все равно человеческий фактор, наверное, всегда присутствует даже и у людей в погонах, которые несут свою службу. Ну вот бывает ситуация, ну холодно, зашли ребята в ЖД вокзал погреться, вот буквально объяснили, собственно, свою причину. Думаю, сейчас погреемся и пойдем. Вот здесь как вы ведете работу, верите ли вы на слово, а может быть у них какие-то умышленные действия. Вот здесь как вы ведете? Все-таки с детьми работа, наверное, даже с психологической точки зрения немножечко выстроена все-таки особенно. — Ну, согласен с вами, никто не возбраняет прийти и погреться на тот же вокзал, тем более он такой большой и там можно посидеть, да? Но, исходя из того, что, как я говорил ранее, они не остаются без внимания, контроль за ними осуществляется при нахождении. И если вдруг они из вокзала перейдут туда, где железнодорожные пути, то их, соответственно, туда не пустят. — Скажите, пожалуйста, есть ли такая, я не знаю, цифры, сколько сотрудников положено, не знаю, по законодательству, либо по каким-то вашим внутренним правопорядкам нахождение сотрудников транспортной полиции вот даже на одном нашем ЖД вокзале? — Существует, есть нормативные у нас приказы, существует количество необходимое для несения службы на таком объекте. — Для патрулирования? — Да, это рассчитано, да, определенно, вокзал определен на посты, на маршруты патрулирования. — Ну, то есть по секторам люди несут свою службу и, соответственно, происходит там по графику. — Да, взаимосвязь происходит между тем. — Не скруется ли от зорких глаз сотрудников транспортной полиции какое-то правонарушение, преступление и так далее? Всегда ли вы на посту? — Есть хорошая и развитая система видеонаблюдений, про которую также не стоит забывать, да? — Да, которая оказывает нам содействие. — А какие-то были особенности несения службы в период пандемии? — В период пандемии, да, потому что есть постановления губернатора Самарской области, которые граждане обязаны были исполнять. Были определенные, ну, практически единицы граждане, которые не хотели использовать, так сказать, несоблюдаемый масочный режим. К ним, соответственно, применялись вера административного воздействия. — Хорошо. Какую помощь ваше ведомство оказывает обычным гражданам? При каких ситуациях нужно и важно обращаться именно к вам? Я сейчас не имею в виду, не только имею в виду, вот, ЖД вокзалы, речные вокзалы, места общественного пользования, а вообще, в принципе, на что нацелена, на кого нацелена ваша помощь и поддержка? — Ну, любой гражданин, используя объекты транспортной инфраструктуры, находясь как на вокзалах, так и в подвижном составе, вправе обратиться к сотруднику полиции, и он всесторонне окажет ему содействие. Если даже это будет он некомпетентен, или это будет обращение не по адресу, он поможет обратиться туда, куда нужно, и не оставит это без внимания. — Скажите, пожалуйста, сейчас в поездах дальнего следования присутствуют ли сотрудники транспортной полиции, либо они проверяют, заходя в поезд на станции? — Существует определенный график, который мы меняем ежемесячно, и ряд пассажирских поездов и поездов пригородного сообщения сопровождаются сотрудниками на участках, либо на всем протяжении дороги. — Хорошо, проверяются ли железнодорожные поезда электрички? Наверное, вот все-таки к вам больше по электричкам вопрос на предмет безопасности. Вот если все-таки обнаружен какой-то бесхозный предмет, что нужно сделать, кому обратиться, и проверяете ли вы подвижной состав заранее, прежде чем люди зайдут на крайних остановках? — Мы проверяем подвижной состав, в особенности электропоезда, на факты оставления вещей, потому что часто граждане оставляют вещи, просто забывая о них. Когда тем самым они сподвигают к тому, что эта вещь становится бесхозной в нашем случае, да? Естественно, все это отцепляется, приглашаются специалисты-кинологи со служебными собаками, и поезд отрабатывается на предмет, и потом заключение выводится, и все в порядке. — Хорошо. Скажите, на какие ситуации при пользовании железнодорожным транспортом, вот поезда, электрички, вы попросили бы обратить особое внимание, я сейчас говорю, в первую очередь, о взрослом населении? — Ну, исходя из того, что объект транспортной инфраструктуры изначально — это объекты повышенной опасности. И хотелось бы, чтобы взрослые это еще раз для себя поняли и объяснили своим детям. — Что? Подвижной состав подразумевает под собой, если травмирование, то это очень тяжкое, и чаще всего приводящее к летальному исходу. — Да, несовместимая жизнь. — Несовместимая жизнь. Вот. Поэтому есть также такое явление, как зацепинг, так называемый. То есть этому в основном несовершеннолетние подвержены. Это они зацепляются за какие-то выступы, ездят на крышах электропоездов. — Александр Анатольевич, я прошу прощения, но просто вот сразу мне пришла на память такая история. Обычно мы эти случаи обсуждали летом, но то есть зимой это тоже актуально? — Это ведь еще повлечет за собой более тяжкие последствия, либо это круглогодично? — Я думаю, что это актуально в любое время года. Делается это, понятно, с целью того, чтобы снять это на видео, выложить в интернет и получить там большое количество просмотров. Не задумываясь о том, что это приведет не только к травме, но чаще всего это приведет, конечно, к летальному исходу. Поэтому родителям хотелось бы еще раз обратить внимание на это и провести определенные профилактические беседы с своими детьми. Если в свою очередь дети, передвигаясь к месту учебы или обратно, пересекают железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, тоннели, объяснить детям, как нужно проходить. Даже лучше, наверное, сходить с ними вместе по этому маршруту и показать им на деле уже, как это делается. Потому что дети сейчас, понятно, одевают капюшон, одевают наушники, отвлекаются на телефон. И поезд, даже электропоезд, он моментально остановиться не может. — Какая статистика на сегодня по детскому травматизму на железнодорожном транспорте? — На данный период, за полтора месяца текущего года, травмирований на участках Средневоложского льняного управления не зафиксировано. В прошлом году, к сожалению, был факт травмирования, пострадали двое детей, к сожалению. — До Нового года вы имеете в виду, да? — Да, да, да. — Вот зиме месяцем. — К сожалению, они погибли. Все, естественно, это было с недосмотра родителей, но факт остается фактом. — Скажите, вы или ваши сотрудники проводят профилактическую работу в тех же техникумах, в школах, в старших классах? Особенно, наверное, это актуально для детей, которые живут вблизи железной дороги. — Да, да, да. — Да? Каким образом проходят эти занятия? — На регулярной основе проводятся и профилактические беседы, семинары сотрудниками по делам несовершеннолетних. Проводится даже в рамках каких-то постановок, в рамках каких-то там, если это начальные классы, в рамках каких-то сказок все это происходит. То есть их детей пытаются сделать участниками всего этого. Существуют даже снимаемые профилактические видеоролики, транслируем налаженная работа как с Министерством образования Самарской области, так и непосредственно с директорами тех школ, которые находятся рядом с объектами. — Хорошо. Александр Анатольевич, если ваши коллеги, сотрудники транспортной полиции задержали на месте, ну, скажем, преступления и непреступления, но тем не менее сняли... — Правонарушения. — Да, правонарушения сняли подростка с поезда, вот зацепинг был зафиксирован. Раз, предупреждение, два. Вообще какая административная ответственность полагается на таких нарушителей, ну, если, проще говоря, слов не понимают? — Ну, в первую очередь, если это несовершеннолетний, родители будут подвергнуты административному штрафу в рамках административного кодекса. Ребенок поставлен на учет, на учет в комиссии по делам несовершеннолетних того района, где он проживает, и уже в дальнейшем комиссия, представители будут посещать совместно с сотрудниками полиции. Также мы информируем об этом территориальных, территориальные подразделения участковых, полномочных, то есть и этот ребенок, и эта семья даже будут держаться на контроле. — Хорошо. Сейчас зима, снегоходы, воздушные подушки. Какие опасности подстерегают здесь людей на реке, пока еще на замерзшей реке? — Вот. Река у нас широкая, большая, лед на ней нестабильный. Так как она течет, все это подмывается, вымывается, появляются проталины, промоины, которых сверху запорошат снегом, их не видно. Пользоваться ледовыми переправами там, где это запрещено, категорически нельзя. Все это может подвергнуть к летам ужасным последствиям. — Выезжать на лед машинам категорически нельзя. — Категорически, категорически. — Хотя бытует мнение, да ладно, 20 градусов мороза стоит, да лед вот такой толстый, пойду я порывачу или проеду я на машине. Вот здесь статистика какова? Напугайте цифрами. — Ну, не скажу, статистику назвать не смогу. Факты есть, но факты в основном, кто пеший идет. — Вот так даже больше, да? — Да, пеший. Потому что люди, так как день у нас короткий, то есть это, если происходит рано утром или там ближе к вечеру, темнеет быстро, и спасти такого человека, кто, не дай бог, провалился под лед, если он идет один, то помощь оказать ему практически невозможно. — Ну, хорошо. Посоветуйте тогда, что нужно, особенно жителям Рождественного, которые вы просто вынуждены идти, как-то переправляться, добираться, делать. Что в таких случаях? — Есть. Организована официально с речного вокзала переправа на воздушную подушку. Пользоваться нужно ей. — Да, которая знает безопасный как раз маршрут переправы. — Хорошо. Ну и весна скоро к нам придет, и здесь вот так же на реке так же может возникнуть опасные ситуации, скажем так. Какие бы предостережения здесь вы озвучили? — Стараться не выходить на лед, не дай бог, который уже идет. Если есть у граждан желание в выходной или когда попасть на набережную, то ни в коем случае ни сами, ни дети, не дай бог, не пользовались и не выходили на лед. — Хорошо. Спасибо вам большое. Еще раз примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Я также хочу предоставить вам слово для поздравления ваших коллег, пожалуйста. — Спасибо. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить действующих сотрудников, уважаемых ветеранов транспортной полиции с профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, стойкости духа, неугасаемой энергии и успехов в работе. — Спасибо вам большое. Ну а я с вами не прощаюсь, уважаемые телезрители. Сейчас мы посмотрим еще небольшой фильм, как сотрудники транспортной полиции несут свою службу непосредственно на местах. Спасибо вам большое, с праздником и всего хорошего. До свидания. По мере развития транспортной системы в мире начал расти уровень преступности в данной сфере. Тогда возник вопрос о формировании специальной службы, обеспечивающей сохранность грузов и безопасность пассажиров в то время, когда они находятся в пути или пребывают в зданиях вокзалов и аэропортов. На сегодняшний день обеспечением правопорядка на всех объектах водного, воздушного и железнодорожного транспорта занимается специальное структурное подразделение МВД Российской Федерации, Департамент обеспечения правопорядка на транспорте. 18 февраля органы внутренних дел, несущие свою службу на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации, отмечают День образования транспортной полиции. Официальной датой создания этой службы в России считается 18 февраля 1919 года, когда был подписан декрет об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны. Сегодня главными задачами органов правопорядка на транспорте продолжает оставаться борьба с преступностью и террористической угрозой обеспечения личной и имущественной безопасности пассажиров, профилактика травматизма. Транспортный комплекс Российской Федерации – чрезвычайно важный и сложный механизм, требующий повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Немаловажную роль в обеспечении надлежащего правопорядка и безопасности играет транспортная полиция. Железнодорожный транспорт. Сегодня нет такого человека, который бы не воспользовался услугами поездов и электричиков. Мало того, кто задумывается о том, кто и как обеспечивает безопасность пассажиров на всем протяжении пути. О людях начинают беспокоиться еще на входе. Рамки металлодетектор и обязательное присутствие сотрудника полиции – первый барьер на пути злоумышленников. При необходимости проверка документов и багажа. На перронах и в залах ожидания, кроме пеших патрулей, работают и кинологи. Четвероногие помощники без труда найдут взрывчатку, наркотики и боеприпасы. В пути следований пассажирские поезда сопровождают наряды транспортной полиции, обеспечивая имущественную и личную безопасность граждан. Отдел полиции на сегодняшний день есть на каждом железнодорожном вокзале. В задачи сотрудников данного подразделения входит осуществление контроля на входе в здание вокзала, обеспечение безопасности пассажиров и грузов во время поездки, предупреждение возможных угроз и чрезвычайных ситуаций в поездах и на вокзалах, контроль соблюдения правопорядка, противодействие незаконному обороту оружия, наркотических веществ. Железнодорожная полиция является самым крупным из всех подразделений, входящих в состав Департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД России. Воздушная гавань и безопасность полетов также в отчина транспортной полиции. Тщательный досмотр на входе в аэровокзал, все те же рамки металлодетектора, рентгеновский аппарат для багажа при необходимости, дополнительная проверка документов и чемоданов. Особый контроль уделяется безопасности багажа. Совместно со службой авиационной безопасности стражи правопорядка работают на всех этапах воздушного путешествия, как перед полетом, так и после его завершения. Обеспечение правопорядка на речном сообщении – также задача транспортных полицейских, начиная от патрулирования речных портов и заканчивая работой по выявлению преступлений на объектах водного транспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова